И сегодня я хочу говорить о жезле Араона, который я расцвел. Вторая часть, у меня несколько названий для нее, и, честно говоря, я так и не определился, какое дать название этой второй части, потому что я буду говорить и о доверии, и о уповании, о уверенности в невидимом, но все это будет вокруг дара Божьего. Потому что когда мы рассматриваем жезл, который был положен в ковчег, то цель, которую Бог дает в Писании, Он говорит, чтобы он был на память и прекращался ропот в народе и прекращалось поражение. То есть вот цель жезла, который расцвел и был положен в присутствие Божье, чтобы прекратить ропот. Ропот также сегодня более современный, если слово это недовольство. Прекратить недовольство, в результате которого недовольство есть поражение. Вот для чего был жезл в ковчеге. Когда мы рассматриваем через этот образ свой внутренний мир и пытаемся гармонизировать самих себя и во взаимоотношениях с самим собой, с другими людьми и с Богом, для нас также важно понимать этот скрытый потенциал внутри нас, жезл расцветший, который прекращает недовольство и вместе с недовольством останавливает какое-то поражение в какой-либо области нашей жизни. Вот об этом мы будем более подробно в следующие 30 минут разговаривать. Корень недовольства, который был в той истории Бога и еврейского народа вокруг Аарона и Моисея. Эта история развивалась, когда сыны Корея отказались признавать авторитет Араона и его власть, в результате чего земля поглотила их. Было еще 250 мужей, которые сделали свои кадильницы и самовольно хотели быть священниками, в результате чего огонь на них сошел. Но и на этом все не успокоилось, а после этого народ восстал против Моисея и Араона, сказав, вы убили лучших людей, и опять начался ропот или недовольство. И результатом этого недовольства началось поражение народа, и более 14 человек, они уже были поражены, то есть мертвы. И Моисей отправляет Араона, который встает между живыми и мертвыми, и поражение прекращается. Вот я своими словами пересказал историю, которая породила вообще эту необходимость в рассветшем жезле. И когда мы смотрим на эту историю, она имеет в своем корне такое недоверие Богу. Недоверие Богу. И недоверие Богу, оно рождает недовольство. Я бы сказал так, сегодня любое недовольство в нашей жизни, как правило, имеет в себе один, во всяком случае, из корней, это недоверие. Когда рождается недоверие, рождается недовольство. Рождается недовольство, начинается разрушение. И для того, чтобы восстановить или запустить обратный процесс, нужно запустить доверие. Когда запускается доверие, вместе с доверием постепенно приходит удовлетворение. Я не знаю, замечали вы такой факт или нет, когда рядом с вами могут быть люди или организации, или какие-то другие взаимоотношения. И если у вас нету доверия к этим взаимоотношениям, как бы хорошо они не пытались вести себя по отношению к вам, это не вызывает удовлетворения в вас. Как говорится, они хоть наизнанку вывернутся, но если у вас есть недоверие, все доброе, что вы делаете, оно не рождает того результата, который необходим. Поэтому разумные организации и разумные отношения фундаментом всегда выкладывают доверие. Если есть доверие, приходит удовлетворение. И даже если ты не так много сделал, но есть, существует доверие, это рождает довольство. Когда мы говорим о жезле, об этом внутреннем нашем потенциале, Господь для того, чтобы дать возможность еврейскому народу жить и преуспевать, Он понимает, нужно восстановить доверие Араону. И это возможно сделать только путем проявления в нем дара Божьего, то есть сделать его сопричастным Богу так, чтобы у людей не было уже возможности отделять Араона и Бога и говорить, что мы Богу доверяем, Араону не доверяем. Дар Божий начинает соединять в себе священство и Бога. И таким образом Бог успокаивает еврейский народ путем своего влияния на то, что есть у Араона, чтобы не дать вот этому недовольству продолжать убивать людей. Я зачитаю вам этот отрывок из книги «Чисел», 17 глава, с 1 по 10 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам двенадцать жезлов, и каждое имя напиши на жезле его, имя Араона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их. И положи их в скини и собрание перед ковчегом откровения, где я являюсь вам, и кого я изберу, того жезл расцветет. «И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым. И дали ему все начальники, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов. И жезл Араонов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы перед лицом Господа в скини и откровение. На другой день вошел Моисей и Араон в скини и откровение. И вот жезл Араонов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал свет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Араонов перед ковчегом откровения на сохранение. В знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня. И они не умирали». Вот текст, о котором мы будем размышлять. И некоторые мысли «Верю от Святого Духа» я хочу вам преподать сегодня. И первое, что мы можем видеть, это то, что жезл Араона – это способность принести плод через невозможное. жезл Араона – это была сухая палка. И я так понимаю, что такая же точно палка была и у всех у других. Если бы они были разными, то тогда не надо было писать имена на них. Имена нужно было писать именно для того, что они были одинаковые, то есть равные шансы, но только один начал давать плод. Дар Божий – это способность приносить плод сквозь невозможное. Так мы определяем благоволение Божье. Легко приносить плод, когда ты веточка на дереве. И трудно приносить плод, когда ты в тех обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что это невозможно. Что та среда, в которую ты погружен, она свидетельствует о том, что человеческими усилиями это сделать невозможно. Это может быть абсолютно в разных сферах нашей жизни. Я однажды, несколько лет назад, когда был в одной церкви в Израиле, они тогда только начинались, и я проповедовал на тему веры. Я говорил, что есть такая вера, которая рождается не благодаря чему-то, а которая рождается вопреки чему-то. Вера, которая рождена не на свидетельстве благоволения, а вера, которая свидетельствует о благоволении. Это такая вера, как у женщины-язычницы, которая идет за Христом, кричит, как бы сталкивается вроде бы с пренебрежением и даже отвержением, но ее вера вопреки обстоятельствам, вопреки отношениям, вопреки того, что она привязана к жизни, она не веточка на еврейском народе, она сухая палка, которая пытается докричаться до Бога, и это происходит. Она приносит плод, потому что ее дочь получает полное исцеление, что свидетельствует нам, язычникам, Бог благоволит к нам и нас, не по плоти рожденных от Авраама, но по вере, привившимся к нему, дает нам такое же право получать благословение и обетование Божье. Аминь. Поэтому, когда жезл Араона расцвел, первое, что мы можем понять, это то, что дар расцветший, который произошел, он как бы покрыт невозможным, и в этом-то вся суть, что он пробивается сквозь невозможное. Давайте еще вспомним Евангелие, самое начало, Иоанн и Иисус. Они оба находятся в очреве, каждый в очреве своей матери. И первая их встреча происходит именно тогда, когда они были покрыты плотью. Пророк был покрыт плотью, Христос был покрыт плотью. Когда они встречаются, написано, что младенец радостно взыграл в Елизавете, И Он исполнится Духом, в другом месте написано, в пророчестве Захарии, Он исполнится Духом от чрева матери своей. То есть, когда Он еще ничего не сделал, Он еще не проявил свое благочестие, Он еще не сказал ни одного пророчества, Он еще ничего абсолютно не сделал в очреве матери, покрытой плотью, Он исполнился Духом Святым. И я бы сказал так, как будто бы сам Христос, который тоже покрыт плотью, активировал помазание пророка в пророке, хотя они еще были внутри утробы оба. И это удивительно, как начинает активироваться дар, когда он еще не очевиден абсолютно. И знаете, у меня вот такая аналогия пришла, когда я готовился, что так же мы приходим в собрание, и мы еще покрыты плотью, мы еще плотские, наши дела еще не свидетельствуют о нашей святости, наши мысли еще не святые, мы еще в очреве, как бы в утробе церкви находимся, мы как будто бы еще готовимся только к рождению. И в этот момент Христос сквозь эту плоть прикасается нас. Иногда я слышал пророчества людям, которые были абсолютно еще плотяны. Они еще не были Христовы до конца, но Бог говорил и как будто активировал в них какой-то дар, который еще не сегодня и не сейчас, но через годы проявится и будет действовать, потому что спустя годы, примерно 30 лет, после этого события, когда в очреве матери они прикоснулись друг к другу, Иоанн как бы активирует служение Христа. Христос активировал пророка, покрытого плотью, пророк активирует служение Христа, покрытого водою. И это то, что происходит через годы. Так бывает в церкви. Когда мы с вами приходим, не все сразу свидетельствует о том, кем мы будем, но если мы с вами будем в присутствии Божьем, тогда что-то проявится и высвободится в молитве, в поклонении, когда Слово Божье во время проповеди может прикасаться, как будто что-то проникает сквозь плоть, и твой жезл начинает расцветать в присутствии Божьем. К следующей мысли перейду, чтобы увидеть, что символ жезла, или точнее цветения этой высохшей палки, это также символ воскресения. Когда мы с вами начинаем испытывать чувство, необъяснимое чувство уверенности, что жизнь способна зародиться там, где ее по сути уже быть не может. Я уже говорил выше, сухая палка, она отсечена от дерева. Она не может давать плод, она не может свести, потому что она отсечена. Когда какая-то сфера нашей жизни отсечена от самой жизни, мы смотрим на это, и мы думаем, и мы понимаем, как это может ожить. Это невозможно, и это правда. И в этом символ воскресения, когда Христа положили в гробницу, отсеченного от жизни, но Он расцвел там, где жизни не должно быть, и в этом-то и есть чудо, и в этом и есть доверие, и еще позже я к этому вернусь. Итак, когда мы говорим о этом внутреннем скрытом потенциале, это какая-то способность, человеческая, душевная, внутренняя способность поверить, что жизнь может пробиться сквозь смерть. И именно эта надежда позволяет нам оставаться вместе, как семья, воспитывать наших детей, быть в церкви, служить друг другу, потому что если бы у нас не было этой надежды, мы бы не смогли быть вместе. Смерть в нашем обычном понимании – это биологическая остановка сердца. Когда этот внутренний наш насос, он останавливается и перестает толкать кровь, кровь, которая в свою очередь приносит все питательные и необходимые элементы всему телу. Точно так же бывает смерть внутренняя, когда что-то в нашей жизни замирает, когда что-то мы отсекаем, какая-то надежда, она как будто становится отсеченной, то есть там перестает циркулировать жизнь. Любая сфера, финансовая, семейная, сфера, связанная с детьми, с работой, с карьерой, когда там останавливается сердце, там пропадает усердие. Там нету вот этой динамики развития, там нету этих внутренних вложений, там нету этого усилия. Эта сфера замерла, она остановилась. Можно сказать образно – она умерла. И когда она умерла, она остается мертвой до момента, пока ее не принесут в присутствие Божье. И когда ее приносят в присутствие Божье, вдруг эта мертвая оживает. И то, что не имело уже в себе жизни, активности и усердия, вдруг возрождается и совершается невообразимое. Жезл, он не просто расцвел, он дал плод за одну ночь в присутствии Божьем. То, что было мертвое, расцвело и дало плод. Поэтому, когда мы говорим об этом образе нашего внутреннего взаимоотношения, нашей внутренней жизни, что бы мы сегодня уже не похоронили, оно способно ожить. Если мы внесем это в присутствие Божье, там снова будет сердцебиение веры. Наверное, это было и с родителями Иоанна и с самим Араоном, который тоже в лидерской сфере, мы чуть ниже посмотрим на это, он потерпел абсолютное фиаско. А родители Иоанна, вы помните, что ангелу пришлось Захарии закрыть рот? Родители Иоанна, они стали этой сухой палкой, этим сухим жезлом, который в Божьем присутствии. Во время, которое уже было невозможно, родили единственного своего сына, который стал, по словам Христа, величайшим пророком. Та сфера их жизни, в которой они потеряли абсолютно всякую надежду, в Божьем присутствии расцвела и дала плод. Но давайте пойдем дальше к следующей мысли. Когда мы говорим о Божьем присутствии, мы говорим о неком влиянии. Вообще, любое присутствие, оно определяет влияние. Это присутствие некой доминирующей силы, которая достает изнутри, наружу, то, что спрятано, то, что там сокрыто. Это как в сторону плоти, негативного. Это точно так же в сторону духа и позитивного. Когда вы попадаете под влияние или в присутствие людей, вы можете удивиться, что иногда вы начинаете проявлять какие-то пороки, которым вам казалось, их уже у вас нету, но в присутствии этих людей эти пороки начинают проявляться, и как бы эта доминирующая сила их присутствия, она начинает доставать из вас то, что было сокрыто и было невидимо. И точно так же происходит в присутствии Божьем. Когда вы попадаете в Божье присутствие, тогда доминирующая сила Святого Духа, она начинает доставать то, что невидимо, и у вас начинает проявляться то, что другие даже не могли подумать, что у вас есть. Вспомните хотя бы Закхея. Человек абсолютно нечестивый, жестокий, обманщик, лукавый, его все ненавидят, но в присутствии Христа этот жезл расцветает, дает плоды, он начинает делать неестественные для него вещи, он начинает благословлять, он начинает раздавать финансы, все, что неестественное, вдруг в присутствии Божьем это доминирующая сила Христа, она начинает доставать наружу и проявлять в Нем. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы попадаем в присутствие Божье, это момент, когда мы позволяем кому-то начинать проявлять нас то, что есть. И поэтому Павел, он ставит основной задачей для верующих, чтобы мы обновлялись духом умам, то есть использовали эти моменты присутствия Божьего для того, чтобы утвердить, подтвердить, укоренить свое мировоззрение, свое воспитание, свое самовосприятие. Давайте я спущусь на бытовой уровень, чтобы вам немножко более подробно это объяснить. Так как мы с Лерой родители пятерых детей, некоторые уже из них повзрослели, но до сих пор можно замечать, что дети в твоем присутствии, они ведут себя по-другому, чем вне твоего присутствия. Когда они в твоем присутствии, их мировоззрение, их восприятие себя и существующей реальности уравнивается твоим мировоззрением. И та доминирующая сила, которая есть в тебе, она выравнивает их путь и делает их приемлемыми. Но когда ты уходишь, вместе с тобой погибает эта доминирующая сила и начинает оголяться их самовосприятие и их восприятие реальности. И они начинают проявлять себя так, как они себя видят и так, как они понимают окружающий мир. Я помню, уезжал, когда в некоторые длительные командировки, после чего сказал, не буду больше надолго уезжать. Ты приезжаешь домой, ты как будто приезжаешь не в свой дом. За три недели уже все по-другому. Восприятие семейной жизни уже полностью изменено. И первые дни тебе нужно провести не в радости твоего дома, а в том, чтобы твое присутствие, оно привело обратно то мировоззрение, в котором вообще этот дом может расцветать и давать плоды. Вот что делает Бог с нами? Почему так важно нам в воскресенье быть вместе? Ты здесь в Божьем присутствии, которое не зависит от твоей веры. Оно зависит от нашей веры. Где двое или трое, там Христос среди нас. Аминь. И даже если ты сюда пришел абсолютно обезверенный, ты здесь попадаешь в присутствие Божье, и это присутствие начинает вытягивать твое воспитание, вытягивать твое самовосприятие, вытягивать реальность и ощущение твоей бытовой жизни к Его пониманию, и в Его присутствии ты начинаешь расцветать. И ты начинаешь здесь принимать другие решения. И это позволяет тебе в Его присутствии, и поэтому я вернусь к словам Павла, он говорит, нам нужно обновляться, а для того, чтобы нам обновляться, нам нужна эта периодичность, чтобы мы входили в Его присутствие. И если мы надолго достаем себя из Его присутствия, скорее всего, мы превратимся снова в сухие палки, в которых нету жизни. Поэтому нам нужно время не только в воскресенье в церкви. Поэтому сам Христос Иисус, вставая рано утром, уходил, уединяясь в присутствие Бога и Отца, потому что Он понимал, периодичность появления в присутствии Божьем позволяет тебе оставаться тем или в той атмосфере, в которой возможно расцвести и дать плод. Давайте пойдем к следующим мыслям. Когда мы вернемся с вами к Араону, когда мы посмотрим на Араона, можно увидеть, что его уровень мышления и духовного развития без присутствия Моисея, ну, скажем такой, на низком уровне, на низком уровне. Три истории. Он попадает под влияние народа практически моментально. Чуть больше месяца прошло, этот священник делает невообразимые вообще вещи. Почему? Нет присутствия Моисея, а Араон совсем другой человек. Еще одна история. Его два первенца. Сейчас я имена скажу вам. Надав Явиут, его старшие сыновья. Его влияние не было способно распространиться даже на старших сыновей, потому что они, вопреки своему отцу, взяли кадильницы и принесли чуждый огонь, из-за чего и погибли перед лицом Божьим. То есть, лидерство Араона даже не было распространяемо на его старших детей. И еще одна история. Когда Мариам и Араон начинают упрекать Моисея за жену Эфиоплянку. И если вы прочитаете в этой главе интересная игра расстановки имен, когда говорится о том, что они начали упрекать Моисея, там говорится так, Мариам и Араон начинают упрекать. Все дальше расстановки имен идут по-другому. Араон и Мариам. Это буквально говорит нам о том, всю эту суету, извините, кипиш вот в этот весь подняла, а Мариам, а Араон за ней последовал. Вот в этом ропоте. То есть, он даже был под давлением своей собственной сестры. Араон, можно сказать, был абсолютно как лидер исчерпан. И если бы я выбирал какой-то генетический конструктор, из которого будет священство на тысячелетие в целом народе, наверное, Араон бы в мою точку зрения бы не попал. Ну, Моисей, ну, как-то бы справились там с этой Эфиоплянкой, может быть, другую жену ему. Ну, Моисей лидер. Араон не лидер. Нет Моисея, он под народом. Нет Моисея, он под сестрою. Нет Моисея, он под старшими детьми. Он не лидер. Но именно в этом и есть суть рассветшего жезла, когда Бог показывает, что он берет то, что не может быть, и делает его тем, кем должен он быть. В этом и есть наше упование на Бога, что наш внутренний мир, он может свидетельствовать нам, что мы не можем быть теми, кем мы хотим быть, а Бог, вопреки всем обстоятельствам, это делает в его присутствии. И в этом мы можем видеть, как природу, так и жизнеспособность дара, что природа его сверхъестественна, и она основывается на нашей возможности пребывать в его, в Божьем присутствии. Послание к евреям, 10 главе, 19-20 стих, там написано, что мы имеем дерзновение входить в его присутствие через плоть и кровь Христа. Аллилуйя! Через это дерзновение мы с вами и позволяем Богу доставать из нас то, что невидимо. еще хороший контрастный пример, также уйдем от Араона, вернемся к Иоанну. Когда Иоанн, он был в Божьем присутствии, он был исполнен вот этого Божьего дара, он был очень смелым и очень дерзновенным. И этот сверхъестественный дар могущественно проявлял его. Но когда он был арестован и посажен в темницу или, скажем так, изолирован от своего призвания, прямого призвания и возможности общаться со Христом, даже в нем начинает проявляться коррозия сомнения. И это показывает, что дар внутри нас, он нуждается в постоянном обновлении в присутствии Божьем. И мы не можем его однажды получивши сказать, что он будет всегда такой. Павел говорит Тимофею, возогревай дар Божий, который в тебе. И вот на этом я завершу эту мысль. Итак, природа дара Божьего в нас, чтобы мы могли понимать свое внутреннее устройство, внутренний мир, как нам стать теми, кем мы хотим или как мы думаем должны быть. Нам нужно, чтобы дар Божий, он проявлялся постоянно в его присутствии. Давайте перейдем к следующей мысли. Когда мы говорим о том, что Жезл Араона рассвел, мы видим, что это происходит ночью. И это также важно понимать, потому что ночь это особенное время в нашей жизни. Это время, когда мы отсоединены от реальности и в принципе питаемся в это время плодами нашего разума. В это время обостряется наше мышление. Все, что мы видим, все, что мы переживаем, те эмоции, они в принципе отсоединены, они не имеют под собой реального обоснования. Это плод нашего разума. Но также в эти времена ночи Бог вкладывал сны, пророчества или беспокоил сердце, которое потом искало ответы на то, что его беспокоило ночью. Итак, ночь это наша жизнь, но она как бы отличается от той жизни, о которой мы привыкли говорить, что я живу. Потому что когда мы говорим я живу, обычно мы говорим не о сне, обычно мы говорим о действии, о том, когда мы действуем, когда мы что-то делаем, что-то производим, чего-то достигаем и так далее, и так далее. Но ночь, ну это тоже наша жизнь. И вот мы как бы личность, имеющая две жизни. Одна жизнь, соединенная с реальностью, другая жизнь, соединенная с нашим разумом. Одна жизнь диктуется тем, что мы ощущаем и переживаем реально действуя, другая жизнь от того, что мы ощущаем не от реальности, а от нашего разума. И вот ночью это происходит ночью. Жезл Араона расцветает. И я бы сказал, что в этом есть образ, когда мы с вами в определенном смысле теряем нашу способность чем-то руководить и полностью полагаемся на Бога. Когда мы позволяем Богу через наш внутренний мир, через вот эти вот такие взаимосоединяющиеся сосуды, которые влияют друг на друга, мы позволяем вот этому внутреннему миру начинать влиять на наш внешний мир, потому что жезл расцветает не тогда, когда мы действуем, а тогда, когда мы слагаем все, что у нас есть в Божьем присутствии и признаем свое банкротство перед ним в этой сфере. Когда я готовился, вы знаете, еще один мне пришел образ, что в этом расцветшем жезле есть такая надежда, которая помогает нам справиться с нашими воспоминаниями. Разум, он хранит в себе множество воспоминаний, и когда мы попадаем в определенную атмосферу ночи, эти воспоминания, они могут обостряться в нас, они могут как стихийное бедствие найти на тебя, и тебе может быть страшно, тебе может быть стыдно, ты можешь переживать абсолютно разные негативные чувства, твоя внутренняя душевная коммуникация, она не будет справляться, как с потоками воды, которые не так давно и выпадали на Санкт-Петербург, и внутренняя линевка не справляется, коммуникации забиты, все подтопляется, вот так стихия воспоминаний, она может нахлынуть на тебя, и жезл Араон расцветший, он свидетельствует и дает нам надежду, что даже когда не справляемся мы, справляется Бог, когда Моисей и Араон, они буквально не могли справиться с той ситуацией недовольства, которая была в народе, там была цепочная реакция, сначала сыны Кореи, потом 250 замечательных мужей, потом весь народ, они были неспособны справиться, поэтому вмешался Бог, и когда вмешался в Бог, ропот или недовольство успокоилось, и когда на нас наклынувают наши какие-то воспоминания, и мы как во сне пытаемся изгнать, проснуться, нам нужен в нашем ковчеге души вот этот жезл рассветший, который свидетельствует, что он покрывает те немощи, он покрывает те воспоминания, он сильнее, чем то, что нас убивало, в нем жизнь сильнее. Когда мы с вами осознаем вот этот потенциал дара, который покрыт плотью, также можно прийти еще к одному пониманию, нам необходимо стараться быть угодным Богу, что невозможно сделать без веры. Когда мы говорим о ночи, мы также говорим о покое. Я немножко поспешу. Покой. Послание к евреям, 4 глава, с 10 по 16 стих, там описывается понимание Божьего покоя. и там написано, чтобы мы могли поспешить войти в этот покой. И этот покой именно характеризуется тем, что когда Бог успокоился от своих дел, Он другими словами мог бы нам сказать, я сделал все настолько хорошо, что даже если я лично в этом не буду участвовать, это будет работать правильно. И это тот покой, в который мы входим с вами, когда мы признаем Божий дар в нашей жизни, и то, что мы делаем это от Бога, тогда даже когда что-то идет абсолютно не так, мы в Божьем покое свидетельство имеем, что Он это сотворил все так хорошо, что даже если это все идет не так, то любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. этот генетический конструктор Божьего благословения, он все равно вытянет эту ситуацию туда, где потом ты будешь прославлять его и говори, Господь, спасибо тебе, что все так произошло, что в то время, когда я был в твоем покое, и все меня пыталось достать из этого покоя, разбудить меня пыталось, но я оставался в твоем покое, и теперь, когда я вижу результат, я вижу, что ты всегда все держал под контролем. Войти в Божий покой, это довериться, что если это начал Бог, то Он вложил в это достаточно сильную структуру, которая способна через время тебе доказать, что Он не ошибся в твоем даровании, в твоем призвании, в твоем предназначении, и в том, куда Он поместил, и то, что Он дал тебе, это на самом деле лучшее для тебя, даже если иногда ты это абсолютно не чувствуешь, через время ты это осознаешь. Когда Христос проходил через Гефсиманию, прославление, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне уже, когда Христос проходил через Гефсиманию, Его доверие, которое было по отношению к Его Небесному Отцу, оно было вознаграждено воскресением. Все шло из ряда вон плохо с момента, когда Иуда предал. Все шло вообще неправильно. Все шло так, как ученики не хотели бы, чтобы оно шло, но предназначение на Иисусе Христе, оно неизменно продолжало работать, даже тогда, когда все шло абсолютно неправильно. Иногда так бывает в нашей жизни, ты попадаешь в такую ситуацию, когда ты смотришь на жизнь и думаешь, оно все идет неправильно. Не так должно было все. Я не так планировал, что будет. А если это все не так, то может быть это не лучшее для меня. Но когда мы доверяем Богу, и я бы подчеркнул сейчас это слово доверие, когда мы смотрим на этот жезл расцветшим, расцветшим, когда мы подходим к ковчегу нашего храма в присутствие Божье, и мы смотрим, что этот жезл, он цветет, он приносит плод, и вроде бы все вокруг неправильно, но твое доверие, что сам Бог это поместил в твою жизнь, начинает вытягивать тебя из этой ситуации. И Христос воскрес, аллилуйя. Он восстал из мертвых, а перед этим он говорил своим ученикам, не печальтесь, все будет хорошо, да, вы войдете сейчас в ту сферу своей жизни, исследование за мной, и вам покажется, что все разрушено, все разбито, это не так, я вас встречу, все нормально, все, что мы с вами прошли за три с половиной года, не напрасно, вы не вернетесь к своей рыбалке, к своему мыторству, я вас встречу, мы пойдем дальше, просто сейчас такой период, который мы пройдем, но все, что я сделал, поверьте, я ухожу спать, и все будет хорошо, это доверие Богу, когда мы знаем, если это начал Бог, даже если нам кажется, что Он спит, все будет хорошо, потенциал, который был покрыт плотью, человечностью Иисуса Христа был абсолютно высвобожден в этом доверии, его влияние и власть, она даже стала больше, чем когда Он был до смерти, даже Его имя, которое мы произносим, сегодня имеет колоссальную власть, написано, именем Его спасаются все, в самом завершении проповеди хочу напомнить вам одну притчу Иисуса Христа, она записана в Евангелии Матфея, 21 главе с 28 по 32 стих, и этой притчей я завершу, там говорится о двух сыновьях, и к одному подходит отец, говорит, иди, работай в моем винограднике, он говорит, не хочу, после раскаялся, идет и работает, он говорит, другому, иди, работай, он говорит, да, отец, конечно, уже бегу, все, ты уже, можно сказать, меня не видишь, я уже там, я своими словами говорю, и не идет, и Христос, говорит, кто исполнил волю, ему говорят, тот, который раскаявшись пошел, вот знаете, в нашей жизни так бывает, мы иногда строим свое впечатление, свои взаимоотношения на таких, на позитивных эмоциях, если мы хотим позитивных эмоций, нам надо быть рядом со вторыми, которые, мистер, да, у них всегда, да, ты от них не слышишь ничего негативного, они всегда согласны, они всегда готовы, вот рядом с ними ты ощущаешь глубокий позитив, одна проблема, они остаются сухими палками, и их присутствие в твоей жизни, служение, оно бесплодное, ты можешь годами проводить свою жизнь рядом с такими людьми, которые будут очень позитивны рядом с тобой, но кроме позитива ты от них больше ничего не получишь, за годы служения я это увидел, к сожалению, это понимаешь уже позже, потом, через время, они всегда да, и они всегда нет, есть другие, вообще этот человек он грубый, но он хотя бы потрудился бы как-то оправдание найти своему не хочу, он даже оправдание не потрудился найти, это грубый ответ отцу, он не говорит, ну я болею там, или у меня там уроки, или у меня там встреча с другими, он даже не трудится, он просто говорит, отстань от меня, я не хочу, что ты ко мне пристал, этот грубый, невыносимый человек, сухая палка, но где-то по пути от своего отца он попадает в присутствие Божье, и что-то там начинает внутри расцветать, совесть запускает, я так не могу себя вести, я так не должен делать, и он обращается, и он кается, и Бог прощает его, и он исполняет его волю, рядом с такими людьми непросто, но есть результат, вы знаете, Бог выбрал нас непростых людей, которые иногда ему в лицо кидали такие слова, от которых нам потом очень стыдно самим становится, но он разглядел в нас Жезл Араонов, вы царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в свой чудесный свет, и это не вы, вы сухие палки, вы наглые, вы иногда бесчинные, вы грубые, вы неспособные, но в этом и есть чудо Святого Духа, и это то, что проходит красной нитью через все Евангелие, покаяние и прощение, покаяние и прощение, покаяние и прощение, и ему иногда может быть нужно было где-то с позитивными быть рядом, с мистерами, да, а он проводит время с нами, которые не всегда совершенны, но попадая в его присутствие, расцветают. Давайте встанем для молитвы. Я поделился с вами некоторыми мыслями о нашей внутренней коммуникации, о внутреннем мире, о том скрытом потенциале под нашей плотью через образ ковчега, и мы говорили с вами о скержалях, сегодня мы говорили с вами о жезле Араона, в следующее воскресенье у нас хлебопреломление, и я буду говорить о еще одном образе, о манне. Сегодня же я хочу помолиться вместе, чтобы Бог помог нам в его присутствии расцвести и дать плод, чтобы Бог прикоснулся нас, чтобы мы стали теми людьми, которые покаялись и вернулись к исполнению Его воли. Аминь. Чтобы мы не были теми, кто собирает лайки у Бога, нашими позитивными высказываниями, чтобы мы были теми, кто расцветает в Его присутствии. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,